Всем привет, с вами Игорь. И сегодня, как вы уже поняли из названия видео, будет разговор о самой такой оптимальной системе отопления, комбинированной, так если можно выразиться, на сегодняшний день. На сегодня это, на мой взгляд, самая лучшая, самая надежная схема и самая дешевая в эксплуатации. Это сегодня, это у нас 21 год, на вот этот вот отопительный сезон, 21-22. Поговорим так в видео вкратце о всяких системах отопления, газе, электро, дровах. Ну, как я вижу вот эту вот оптимальную систему, это основное, основное объем отопления берет на себя тепловой насос. Кстати, знаю, что на просторах Ютуба много альтернативщиков отапливается также просто кондиционерами. Как вы знаете, да, кондиционер тоже может работать в качестве теплового насоса. И до нуля градусов на улице вполне даже эффективно его можно эксплуатировать. Конечно, там спрашивали меня, какой лучше кондиционер для обогрева. А я говорю так, что даже самый плохой тепловой насос, воздушный, воздушный имеется в виду, ну, для сравнения, все равно будет лучше, чем хороший, заточенный, как там говорили, под отопление кондиционер. Вот даже вот эта вот сама фраза, вот я сказал только, что и сам не понял, что как это кондиционер заточенный под отопление. Кондиционер, он вообще-то заточенный под охлаждение. Ну, что это кондиционер в первую очередь. Если уже делают заточенное под отопление, то это уже воздушный тепловой насос. Поэтому для отопления все-таки самое лучшее, это даже плохой воздушный тепловой насос, он будет лучше, чем хороший кондиционер. Ну, это мое мнение, кто согласен, не согласен, это такое дело. Вот, даже вот такими вот способами отапливаться, особенно юг Украины, юг России, вполне нормально. Но я все-таки агитирую за тепловой насос, вода-вода, всегда, вот, агитирую, всегда поощряю людей. Как бы затраты первоначальные больше, да, я согласен, затраты больше, труда больше надо вложить. Но потом, потом у вас эффективность в любую погоду, в любой мороз, пятерочка держится всегда. То есть, вода-вода, тепловой насос, не зависит от наружных температур, условий, морозов, там, какие объемы, ну, все равно. Температура воды в земле всегда одинаковая. У меня, например, плюс 11. Вот, вот так вот я вижу эту схему. То есть, основной объем отопления, производства тепла или перекачки, как в случае с тепловым насосом, берет на себя тепловой насос, или кондиционер, или воздушный тепловой насос, как уже там у себя у вас получается. И плюс вспомогательное, это дрова. Вот, это как бы дополнительное, вспомогательное, во-первых, на всякий случай. Потому что сейчас у нас такая обстановка в стране, что может быть все что угодно. Могут и свет отключить, и надолго может отключить. Вот, поэтому перестраховаться. Пускай эта печка, она у меня была, я раньше топил дровами, я ее не хочу разбирать, вот, тем более, что дровишки у меня есть, вот, постоянно какой-то сад обрезаю, там, то-то, то-то, вот, какие-то доски появляются, гнилые, то ветки, там, все-таки, где-то надо зажигать, где-то, и я раз в неделю печечку свою протапливаю, так, мне нравится, на выходных, все, и дровишки есть куда деть, вот, и все такое. И, поэтому, вот, я вот, вот, это вот, мне самая лучшая, самая лучшая система, это основное отопление, тепловой насос, то есть, есть свет, есть электроэнергия, пускай себе работает, пускай себе греет, воздушный, водяной, лучше, конечно, там, какой у вас уже получится. Нет света, вы себе печку затопили, и у вас, опять же, тепло в доме. То есть, такая вот, самая, получается, схема самая дешевая в эксплуатации, самая надежная благодаря печному отоплению, потому что, ну, тут вообще ничего не зависите, печное, да, у вас печка есть, если запалили, там, разожгли, все, у вас греется, все равно, там, есть свет, тут нет свету, ну, если, конечно, система, тогда, да, аккумулятор, если, чтобы прокачивалась, но это уже отдельный, так сказать, разговор. Вот, самый оптимальный вариант. Но основное, все-таки, отопление, я же говорю, берет на себя тепловой насос. Это самое дешевое на сегодняшний день в эксплуатации отопление, особенно вода-вода. Вот, самое такое, не морочное, не геморройное, как дрова. Дрова, это все-таки, сами понимаете, это геморрой, вот, это морока, это возня возле них, почему и пожилые люди, пенсионеры, я вот смотрю, даже у себя в селе не очень-то и топят дровами, потому что им это тяжело уже, понимаете, им это тяжело, а нанимать постоянно, резать, колоть, носить кого-то, нанимать, то уже легче, наверное, светом будет топить дешевле, или даже газом. Вот, теперь насчет, например, газового топления. Газовое топление, я вообще никому не советую, никому не рекомендую, более того, советую от него избавляться, как можно быстрее переходить на какие-то другие, альтернативные источники отопления, какой-нибудь, дрова, тепловой насос, там, ну, что угодно, только не газ. Это, это не перспективно, во-первых, потому что цены на газ постоянно растут. Вот сейчас вот уже цена на газ, у нас, вы говорите, 13 с лишним гривен за кубометр. Почему? Потому что поднялась цена в Европе. В Европе цена уже 540 долларов за тысячу кубометров. Вот, там, ну, политика такая вот, поставщика газа в соседней страны, вы знаете, вот, она вот так вот, привела к тому, что вот такие вот цены на газ, они там, что такие-то махинации, опустошают эти свои газосховища в Европе. Короче, нагоняют цену на газ, искусственно нагоняют цену, и вот такое вот получается. Вот, а если еще учесть вот эти вот отношения, которые сложились, ну, между нашими двумя странами, то с газом будет полная труба, так сказать, да, так что, достраивается, кстати, уже, этот вот, северный поток-2, уже скоро ведут эксплуатацию, там что-то тормозили, были, вот это, но потом, оно все это достроится, вот, поэтому, вот это, если все учесть, вот эти отношения, цены на газ, постоянное обеднение населения Украины, то газом топить не будет никто, у меня уже даже есть знакомые, которые оставляли себе просто газ для плиты, варить еду, отопление отрезали, потому что дорастают, уже сейчас они говорят, что надо, наверное, отрезать уже приготовки пищи, потому что, вот это, транспортировка газа, это все насчитывают две квитанции за транспортировку, и за то, и цена будет постоянно расти, и плюс, мне так кажется, ну, это мое мнение, что его может даже, учитывая, вот то, что я все сказал, вот эти обстоятельства, которые сложились у нас отношения, то его может даже вообще не встать этого газа, вообще, а так вот, да, раз и не стало в трубе, ну, может, это кому-то маловероятно, такое развитие ситуации, но, по-моему, это очень, очень актуально, или просто он станет такой дорогой, что никто его пользователь или почти, что никто, вот взять, например, Румынию, знакомые там были, рассказывали, в столице, в столице, ну, София, или что там, Румынии, да, ну, не важно, топят дровами, столице Румынии, в столице, как в Киеве, представьте, какие, топят дровами, вот там вот топят дровами, все дома черные, закопченные, ну, что, так дешевле, газом там мало кто топит, очень богатые люди могут быть, только себе топить, а у нас получается, как бы, население еще беднее, потому что Румыния, это все-таки Евросоюз, население еще беднее, но тем не менее, практически, многие, многие топят газом, тем не менее, вот, ну, благодаря же этим вот субсидиям, все, расслабили, короче, народ, вот, и вот теперь, вот так оно резко может все обрезаться, поэтому я опять же советую всем, кто еще сидит на этой газовой игле, слазьте как-то с нее, ну, делайте какие-то шаги, там, я не знаю, дровяное отопление, ну, вот, самый, такой оптимальный вариант, это тепловой насос, или поставьте несколько кондиционеров, поставьте этот ночной тариф подключите, тоже хороший вариант, кстати, для экономии, вот, ну, вот это вот, по-моему, самый оптимальный вариант, печное отопление, какое еще может быть, электроотопление, ну, вполне возможно, я там смотрел тоже на ютубе, делают где-то в Подмосковье, там где-то очень дорого подключение газа, космические такие цены, то делают электроотопление, по ночному тарифу, теплые полы, они, как бы, аккумулируют, закачивают, как бы, как можно больше в теплые полы тепла, ночью, по ночному тарифу, потом уже днем они понемногу остывают, ну, да, если стяжка толстая, то это вполне так вероятно, ну, тут тоже есть недостатки, что нельзя, как бы, вот эту вот теплоотдачу регулировать, у вас получается, самое жарче под утро, вот, когда оно, в принципе, и не надо, а самое холодное в доме, при такой системе, под вечер, когда, наоборот, больше всего надо тепло, сходятся люди домой, а когда уже ночью ложатся спать, опять начинает оно греть, зачем ночью, ну, вот такие недостатки, вот этого электроотопления, поэтому, я говорю, что самая для меня оптимальная схема, самая надежная, самая дешевая в эксплуатации, простая, такая независимая, можно сказать, это тепловой насос, даже пускай воздушный, кондиционер, если нет возможности сделать вода-вода, плюс дрова, вот, то есть основную берет мощь, объем отопления и ГВС на себя тепловой насос, а в случае там каких-то, или в случае аварий, там я могу затопить печку, там нет света, например, вот, и все-таки это мне, это уже как бы не грозит, вот, ну, если, или тогда, если, например, кондиционеры, или воздушные тепловые насосы, то там печка больше будет, как бы, выдавать тепла, потому что ниже нуля, там, или ниже минус пять, там уже каждый смотрит по своему, кондиционер, уже ее не очень эффективно использовать, тогда уже лучше дровами, но вот это вот межсезонье, около нуля градусов, у нас вообще сейчас на Украине зимы потеплели, вот, таких вот сильно морозов нет, можно перетопить там какое-то время, месяц, два и дровами, а все остальное время, можно вполне кондиционерами даже, ну, самое проще, хотя я же говорю, что самый лучший, это тепловой насос, вода-вода, самодельный, с нуля его делать, не переделывать этот кондиционер, потому что это тоже геморрой, его надо все равно потом будет заправлять, дурить как-то эту электронику, его мозги, потому что вентилятором, ну, короче, мне кажется, проще это все сделать с нуля, собрать, вот это, там деталей надо вообще минимум, у меня есть видео, кто может первый раз смотрит, есть плейлист по тепловому насосу, там, как его собирать, все-все-все, есть, сколько это стоит, самому как его сложить, какие надо детали, все-все-все, это есть, так что смотрите, я оставлю в конце видео ссылочку на всю свою альтернативу, вот так вот, вот то, что я вижу по отоплению на сегодняшний день, по электроэнергии, тоже там проблемы большие, я считаю, в энергосистеме Украины, вот, там сейчас такое творится, сделали этот рынок электроэнергии, рынок свободный, там, какая-то была вот недавно, тоже видел видео ютубера одного, какая-то махинацию сделали, закупили, короче, вот этот вот посредник между электростанциями и нами, вот, он получается, диктует все условия, не покупал он электроэнергию, что-то вроде этого, там какая-то схема такая была, у этих атомных электростанций, упала эта цена на рынке, до нескольких копеек, потом он ее скупил, и продал людям, вот, как обычно, вот это вот, ну, вот такие вот, как бы, дырки в законодательстве, я не знаю, как это назвать, глупости какие-то, люди на ровном месте, за сутки двое положили себе миллиарды, миллиарды в карман, на ровном месте, кто в убытке остался, атомные электростанции, потому что они основные, я вообще не понимаю, что это за политика такая, пытаются задавить атомную энергетику, это же основная наша, энергия, так сказать, поставщик, это костяк, нашей энергосистеме, даже если посмотреть, вот по платежкам, были у нас распределения, к электроэнергию, да, какой объем вырабатывает каждый источник, там, ГЭСы, АЭСы, ТЭЦы, солнечные, то основная это АЭС, сетевая солнечная электростанция, какая она не была бы, огромная, большая, хоть там полями ее заставь, она не может работать без сети, все равно не может, вот, поэтому сеть, а сеть формирует, как раз вот это вот, атомные электростанции, я не понимаю, о чем они думают, эти люди, как бы, ну, живут одним днем, что такое АЭС, что такое солнечная электростанция, без сети, сетевая, это ничего, это хлам, это сразу же, сеть пропала, все вырубилось, все, это металлолом стоит, оно ничего не работает, понимаете, если сети не будет, а вот при такой политике, ну, энергетической, в этой сфере, то вполне возможно, что и света не будет у нас, да, вот, электроэнергии, и тут тогда уже выплывает, так, на более, на первое место, не сетевая солнечная электростанция, автономная, или гибридная сетевая, то есть, чтобы она могла и сеть сети работать, и от автономки, ну, такое сейчас время, вы сами видите, да, что делается, и к чему оно идет, вот, так что, на всякий случай, аккумуляторы все-таки надо будет приобрести, хоть несколько, на всякий случай, это нужно, потому что, сетевая солнечная электростанция, она хороша, когда есть сеть, оно все работает, когда нет сети, это сразу превращается все в хлам, ненужный металлолом, тем более, сейчас такое время, вот, что, может быть, как в том анекдоте, будем говорить не так, как сейчас, о, у меня там пропал свет, вчера там, два часа света, не, может быть, еще такое, уже будем говорить друг другу, у меня вчера свет был, да, аж на час включили, я там успел позаряжать все, телефоны, аккумуляторы свои, вот, еще и такое может быть, да, дожиться тут, до такого не проблема, ну, так вот оно получается, это же не просто так, оно, видно, что к этому идет, вот, ну, короче, хотел я рассказать, предупредить, всех своих зрителей, вот, такой вот ситуации, с газом, совершенно плохой ситуации, неперспективной, и убыточной, отказываетесь от него, как можно быстрее, чем быстрее, вы от него откажетесь, от этого газа, и перейдете на какое-то другое, альтернативное отопление, тепловой насос, или дрова, тем меньше, у вас это будет затрат, сейчас, тем меньше, это менее болезненно, для вас будет, в плане, и затрат, и проблем, и все такое, лучше это спокойно, планомерно, сейчас перейти, чем потом, в каком-то там, авральном режиме, это делать, вот, ну что, газ, я же говорю, он вас разденет, он заберет у вас, последние деньги, будете экономить, не на продуктах, чтобы заплатить за газ, поэтому, лучше отказаться, от него, сейчас, пока, он еще не очень, такой, дорогой, космически, и перейти, на что-то другое, пока, можно перейти, хотя бы, есть деньги, и какая-то возможность, есть это сделать, самый оптимальный вариант, я уже озвучил, ну вот и все, пишите в комментариях, что вы об этом думаете, тоже, может, у кого-то, какие-то другие, есть варианты, тоже интересные, советы, зрителям, это все приветствуется, в комментариях, в комментарии читают, вот, так, что, людям это будет полезно, особенно, в наше время, такое, вот, когда все дорого, и так вот, неопределенно времена, нестабильности такой, нестабильности, никто не знает, что будет завтра, ладненько, всем пока, до следующих видео,